Теперь переходим к суду. Суд, в общем-то, ничего такого интересного из себя в Ирландии не представлял, за исключением того, что в Ирландии, как и в древнем Риме, возникла такая профессиональная каста, скажем так, то есть это люди были очень высокого ранга, они шли сразу после королей в своем ранге, бригоны, это юристы. То есть точно так же, как и в Риме, право создавалось юристами, которые были заняты именно тем, как решать споры между людьми, вот такая же система явочным порядком возникла и в Ирландии. Эти люди назывались бригоны, от них остались так называемые книги бригонов, то есть это не кодексы в нашем понимании, а скорее то, что в римском праве, в позднем римском праве уже стало какие-то высказывания юристов. Есть «Дигесты», там есть книги «Топиано» и прочих разных римских юристов, вот примерно так, в этом смысле, нужно понимать эти книги бригонов, то есть какие-то там случаи разобраны, какие-то комментарии к этим случаям и так далее, и так далее, и так далее. То есть и это право действовало на территории всей Ирландии, все эти бригоны судили и давали какие-то юридические консультации на территории всей Ирландии. И право было, в общем-то, ну понятно, что были там региональные какие-то отличия, но право было одно и то же везде, несмотря на то, что юрисдиции, как я уже сказал, было множество, то есть минимум от 80 до 180 по разным оценкам вот этих самых туатов. Судебная процедура проходила по привычным схемам, вообще судебные процедуры везде, во всем мире, если вы даете какую-то процедуру, которая не похожа на нашу, значит это где-то очень сильное влияние каких-то посторонних факторов, там государства или какого-нибудь маньяка, там какого-нибудь короля или императора. Как правило, все проходят по одной схеме везде, то есть это истец, потом ответчик, потом свидетели, грубо говоря, да, а потом уже вносятся решения суда. Суд в Ирландии отличался тем, что очень часто и стороны давали залог того, что они выполняют решение суда. И самое интересное, что судья тоже делал залог, то что суд будет честным. То есть если суд будет нечестным, понятно, денежки уходили, значит все. Если, ну таких прецедентов на самом деле практически нет, потому что такие случаи вникли за собой очень большие последствия. Этот человек сразу терял свой ранг, потому что он сразу терял цену своей чести, вот он должен был, даже если у него была собственность, он должен был доказывать, что он достоин этого ранга. Соответственно, только его внуки могли опять-таки попасть в этот статус. То есть он терял свой бизнес сразу, и это было совершенно невыгодно. Но тем не менее, такие залоги делались, и это как такая предохранительная мера вполне, в общем-то, ясно. А в судах стороны, как правило, представляли поэты, потому что поэт мог красиво изложить, так сказать, дело. И вообще роль поэтов интересная отдельная тема, это такие специфические люди, которых сейчас уже такого класса людей, в общем-то, нет. То есть это вот авантюристы, которые перемещались, так сказать, от двора к двору, да, и вот там оказывали разные услуги с Нью-Йором. Только условия Филандии с Нью-Йором в феодальном смысле не было, а были богатые там люди, которые хотели использовать поэтов так или иначе. Значит, решение этих судов, как я уже говорил, было два способа их исполнить. Это путем залога, то есть если не выполнен, то денежки наши, и путем поручительства, когда некто, третья сторона выступает поручителем в отношении того, что соглашение будет выполнено. Там, на самом деле, если вникать, разбираться в этом праве, там очень сложные всяческие структуры, о которых я говорить сейчас не буду, а просто приведу пример того, что под этих поручительств было три разных вида. Платежное поручительство, это когда поручитель гарантировал своим имуществом то, что принципал выполнять условия соглашения. Вторая схема, когда поручитель деньгами гарантировал, а третья, когда поручителя брали в заложники. Вот эти три уровня, это на самом деле уровни по возрастанию последствий для принципалов. Третий уровень, это самый страшный, то есть если кто-то прибегает к следствию поручительства заложника и не выполнил его, то последствия будут жуткими. Почему? Потому что в этом случае этого гаранта берут заложники, он должен себя выкупить за 7 кумалов, а кумал это цена женщины-рабыни. То есть цена тела свободного человека это 7 кумалов, то есть он должен отдать цену равную вот этой сумме, плюс потом он может требовать с принципала вернуть эти 7 кумалов, вернуть его цену чести и заплатить сумму в два раза больше, чем шла первоначальная речь в этой сделке. То есть если вы прибегаете к поручительству заложника, то вы должны понимать, что последствия, если вы не выполните сделку, для вас будут очень жесткими и неприятными. Но вот эти три просто разных системы, они отличаются друг от друга жесткостью последствий для вот этого человека, который пытается прибегнуть к услугам третьих лиц, для того, чтобы сказать, что он выполнит условия какой-то сделки. Было также три вида контрактов, которые ирландское право отличало от СОКОР, ДОКОР и НИКОР. То есть СОКОР это действительный контракт, ДОКОР это контракт тоже действительный, но нечестный. И НИКОР это контракт, так сказать, недействительный, поскольку одна из сторон является недееспособной, либо неправоспособной. А вот этот ДОКОР средний, он такой промежуточный вариант, он применялся в основном тогда, когда жена в отсутствии мужа заключала какие-то контракты. И там была такая система, то есть муж по возвращении, узнав, что был такой контракт, у него было 15 дней для того, чтобы заявить, что этот контракт был ДОКОРом. То есть он как бы действительный, но нечестный, он мог его тогда отменить. Если проходило 15 дней, значит этот контракт вступал в силу и все с ним было хорошо. Но опять-таки в контрактах еще очень интересная деталь, это то, что в контракте участвовало очень много народа. Почему? Потому что последствия контракта могли иметь последствия не только для контрагентов, но, например, для их родственников. А поскольку, я забыл здесь сказать, помимо ДОКОР существовала еще более традиционная система, это ФАИН, то есть это система родственников, система страховой группы. Это взрослые мужчины в рамках трех поколений, то есть там дедушка, например, отец и сын, да, вот все эти родственники, они, это был ФАИН, то есть это люди, которые получали цену крови, то есть если кого-то из них убили, то когда, так сказать, вот убийца платил откуп, да, то откуп шел именно вот этим вот родственникам. И в свою очередь они платили за друг друга, если кто-то из них убил другого человека. Вот. Так вот, в рамках этого ФАИН, естественно, там тоже сделали залоги и всячески, так сказать, другие меры, которые бы гарантировали контракты. И если, например, сын мог отменить контракт отца, да, то есть если, например, отец хочет продать какую-то вещь, которую сын считает, что ее можно использовать как залог за него, то он может сказать, что этот контракт, так сказать, не действует. Точно так же жена может отменить контракт мужа, если она считает, что муж продает какую-то вещь, которая, так сказать, принадлежит ей, либо ей, либо она считает, что она может быть использована для того, чтобы выкупить эту, например, жену, если, например, там с ней случится что-то такое, когда надо будет ее выбрать. То есть в итоге в контрактах участвовало очень много народа. И вот это такая специфическая ирландская именно черта, которой, ну, наверное, нет в других системах права. Одно и последнее по поводу Ирландии – это институт брака, потому что он очень сильно отличается от того, что мы привыкли видеть. Несмотря на то, что ирландцы стали христианами в пятом веке, церковь так и не смогла ничего поделать со специфическим институтом брака в Ирландии. И мне недавно попалось где-то в интернете, там цитировали Нестора, да, то есть, ну, понятно, что его историческая ценность как это-то пистосомительная, но как литературный, так сказать, источник, она интересна. Он там тоже вспоминает этих ирландцев, которые, значит, распутные, беспутные, и творят, что хотят, и вообще никакой правы на них нет, и вот Господа они ничтут. Вот, церковь в течение, вот посчитайте, с пятого века по семнадцатый, то есть, в 1200 лет они пытались бороться с этими самыми ирландцами, ирландцы оставались в своем праве. Мало того, здесь же еще, ну, как бы, мы видим, что есть там конкуренция, да, поскольку церковь – это значит каноническое право. То есть, есть право бригонское на этой территории и право каноническое. То есть, бригонское право все равно выигрывало эту конкуренцию, и, мало того, многие нормы из этого бригонского права уже попали в христианские вот эти вот кодексы. Так вот, было десять видов законных отношений между мужчинами и женщинами, десять видов брака. И каждый из них имел свои последствия для того, кто, условно говоря, кому платит, да, вот, кто в случае распада семьи воспитывает детей, вот, и всяческие прочие вещи. То есть, все эти штуки были очень подробно разобраны в этой системе. Мало того, женщины имели в Ирландии права очень высокие, и это одна из причин, как оценивали англичане, того, почему с ирландцами так трудно иметь дело, почему нельзя просто так быстро захватить, и на это ушло целых четыреста лет. Именно по той причине, что женщины в Ирландии правами, так сказать, у них были права, скажем так, очень большие, на фоне, особенно, того, средневековья, которое было. И женские права стали такими же в той же англии, только во времена королевы Виктории. То есть, женщина могла, во-первых, подать на развод, то есть, минуя всяческие церковные вот эти процедуры, чисто по юридическим формам она могла подать на развод с мужчиной. Женщины фактически имели равные права за тем исключением, что они формально действовали через своих мужей, например, за заключение контракта. Вот. А 10 видов этого брака, они, то есть, ну, самая такая распространенная в итоге была, особенно среди знаки, знать этот брак равных взносов, когда супруги вносили в общий фонд равные взносы, которые они потом могли получить, если брак этот распадался, и у них, естественно, там получалось общее имущество, которое они тоже могли потом делить без ничего подобного в Европе в то время в окружающей не было. Вот. И, как говорили, что это вот оттаясь причин того, что Сыландии как трудно было разобраться с античаном, потому что женская половина тоже была против, на самом деле, того, чтобы переходить из вот этого брюгонского права в английское общее право, где права женщин в тот момент, конечно, были значительно хуже. Теперь следующий наш пример – это Исландия. Если в случае Исландии мы видим как бы постепенное развитие, там, более тысячи лет права, здесь история совсем другая. История Исландии больше напоминает историю США. То есть ее заселили люди, которые убежали от прогрессивного реформатора Харальда I, который в Норвегии пытался устроить там прогрессивные реформы. То есть, ну, на тот момент викинги уже устроили государство на некоторых территориях, и Харальд решил, почему бы нам не сделать то же самое среди нас. Вот логи же бегают какие-то, почему они мне не плакают, да? Вот. И начал он Конгражданскую войну, которая закончилась, собственно говоря, образованием уже государства в Норвегии. И от этой войны бежало много людей, кто до того, что Харальд даже пытался избывать законы, которые бы запрещали миграцию в Исландию, потому что он думал, что в силуах и от него плывут, и, так сказать, некому будет эти налоги платить. И вот таким образом была засемна эта Исландия, которая на тот момент была пустынным островом, и буквально за сто лет, где-то примерно до этого Харальда, она только была открыта. Здесь очень интересно то, что люди, которые туда плыли, это были, в общем-то, не пустыли люди, это викинги, на секундочку, то есть это бандиты, разбойники и прочие такие люди. Вот, как мы их привыкли воспринимать, да? То есть у них уже была вот эта вся военная структура, дружина и все прочее. Как только они попали на вот эту исландскую землю, у них вся эта воинственность сразу же пропала. То есть им в голову даже не прихотело учредить там никакого государства. Вот, наоборот, они все превратились дружно в фермеров, в рыболовов, торговцев и лидераторов. Вот, а это просто яркий пример того, когда вам будут говорить, что государство возникает само собой. Воспомните пример исландии. То есть туда плыли люди, которые уже знали, что такое государство, что такое грабеж. То есть, когда нет военной вот этой вот системы, да, то нет никакого государства. Вот. И жили они там, в общем-то, неплохо. Система эта существовала 300 лет. Где-то примерно потом они опять попали под власть норвежских королей. Причину этого можно долго рассказывать. Я на них останавливаться не буду, если хотите, потом вопросы отвечу. То есть, культура материальная, опять-таки, там была довольно высокая. Там происходят, например, вино. То есть, это редкий товар, особенно в таком северном и удаленном острове. К 11 веку там исчезло рабство. А это означает, один простой момент, что исчезла бедность. Потому что в рабство попадали, как мы сказали, не только из-за войны, но и по причинам бедности. То есть, бедных людей, которые за долги, так сказать, попадали в рабство, уже не было. То есть, уровень жизни, скажем так, был довольно высокий. Ну и, конечно же, их литературное наследие, в общем-то, очень великое. И все равно было создано либо вот в этот момент анархии, 300 лет анархии, либо сразу после него все эти саги знаменитые, они были созданы в то время. Но с тех пор, как Ирландия вернулась, была из Нарвейских королей, в общем-то, там больше ничего интересного не случалось. Все интересное в жизни этой страны случилось, когда 300 лет там, целил, так сказать, хаос, война всех против всех и всяких. Вот. Основой жизни, чтобы понять, как устроена эта модель, надо понимать одну такую штуку. Значит, ирландцы жили на хутора. Городов там не было. Города там первые возникли только в 18 веке. Эти люди все были, ну, довольно уцелены друг от друга. То есть, вот вы живете, вы живете, вы живете, вы делаете какие-то вещи, а потом возникает у вас потребность каких-то социальных действий. Вот. Каких-то публичных социальных действий. Вот эта потребность была реализована частью так называемой тинги. Тинг, самый яркий и, наверное, более точный аналог для нас, это ярмарк. То есть, это некое место, как правило, какой-то священный луг, куда из-за круги ближайшие приезжают люди. В строго определенное время даты тингов были всем известны. Они приезжали туда для того, чтобы заключить контракты, там, найти себе женихов невест, выпить, закусить, поговорить, там, обменяться с плетнями и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. В том числе и решить какие-то правовые вопросы. И поэтому тинг, естественно, был местом, где проводились суды. Значит, и это очень важная на самом деле дита. И нам станет даже ясно почему. То есть тинг – это вот ярмарка и те люди из округи, которые приезжают туда регулярно, именно из этой ярмарки. И эти люди, опять-таки, среди себя и между собой и для своей цели проводят различные действия, в том числе и действия правовые. Когда у них возникают споры, когда у них возникает потребность, прибегают к судебным решениям, все это делается нативно и делается открыто и публично. Следующий очень важный элемент, чисто, опять-таки, исландский, которого не было в других системах, вы не найдете, это так называемый годи. Годи – это жрец, жрец-возь, скажем так. Это человек, который устраивал языческое святилище, умел делать все эти ритуалы, и он имел неких последователей, которые ходили к нему в это святилище. В случае этой страны, где не было опять-таки государства, Годи начали играть очень специфическую роль, они начали играть роль своего рода судей для вот этих своих последователей. То есть они решали дела, которые возникали среди вот этих людей, которые были последователями вот этого данного конкретного Годи. И возникло в связи с этим понятие Годорда, которое имеет тоже два разных значения. То есть первое – это просто последователи, то есть это группа людей, которые последователями являются конкретного Годи. А второе – это набор всех решений, которые возник в рамках этого Годорда, в рамках деятельности вот этого Годи. Так вот, эти Годорды могли быть проданы, куплены, переданы по наследству и так далее, и так далее, и так далее. Вы такого больше не встретите нигде. Это очень уникальная модель. То есть понятно, что вместе с Годордом переходят все решения, все обязательства, которые были приняты там за все предыдущие годы. То есть вы, как сказать, брали, покупали, как бы, вот эту вот всю систему в целом. А при этом вы не покупали людей, которые следовали за этим годом. Потому что следствие в Годорде было свободным. Каждый вот этот Тингман, он на Тинге мог сказать, что я следую на каком-то годе. И точно так же он мог уйти от этого года, опять-таки заявив об этом публично на Тинге. Вот, поэтому если человек видел, что Годорд переходит к какому-то человеку, которому он не сильно доверяет, он мог легко покинуть эту систему. Она не была привязана к территории. То есть это не значило, что эти люди должны жить где-то вместе. То есть это были люди, которые могли жить, в принципе, в разных местах. Но они как бы следовали вот этому годе. То есть если Годи принимал, они к нему обращались за помощью, он решал их проблемы и решал проблемы, которые возникали у них уже между последователями. другие годы. Здесь сразу возникает один простой момент. То есть поскольку суды проводились в рамках Тингов, то есть Тинг это те люди, которые приезжают туда, то есть которые живут в пределах видимости вот этого священной поляна, где проводится это мероприятие, то была проблема как поступать в случае каких-то конфликтов между участниками разных Тингов. Вот. И тогда были проведены так называемые реформы 1960 года, которые проходили там, ну, понятно, что не за один год. И тогда вот Исландия получила модель, которая известна как Исландское сотрудничество, о которой, собственно говоря, вот и рассуждают всяческие истории. Я попробую ее сейчас вот вам немножко, так сказать, рассказать. Вся страна была поделена на четыре части, северная, южная, западная и восточная. И было решено, что в каждой из этих четвертей будет по три Тинга. В каждом Тинге могло быть по три года, да, соответственно, по три года. То есть на каждую четверть прекратилось девять годов. То есть это своего рода лицензия. Да, то есть чтобы мы правильно понимали, речь идет фактически о лицензии на деятельность. То есть на всю Исландию 36 годи, да, 36 лицензий, которые вот распределяются следующим образом. На каждую четверть приходится, так сказать, вот определенное количество этих годов, да. А, значит, годи созывают, уже три годи, которые вот в данной, так сказать, четверти, они созывают, вернее, пардон, в Тинге, они созывают Тинге. Там заседают суд, который именно эти люди, так сказать, и создают. Каждый из них по 12 человек в этот суд предоставляет. Итого 36 судей. Суд принимает решение следующим образом. Это должно быть 30 голосов за. 30 или больше, когда решение принимается. Если нет, то оно не принимается. Были для того, чтобы решать конфликты между уже вот этими Тингами, в рамках одной четверти были созданы суды от каждой четверти. И был создан так называемый Айтинг. Когда говорят, что Айтинг это прототип парламента, это не так. Айтинг это просто общий исландский Тинг. Были Тинги каждой региональной, да, и был один Тинг для всей Исландии, который собирался летом. То есть это были весенние Тинги в четвертях, а в всей Исландии был летний Тинг. Опять-таки все знали, когда он проводится. Это были четкие совершенно даты. И этот был Тинг, это была такая столица на выезде. То есть вот туда ехали те, кто, допустим, не нашел решение на судах, которые были весной на Тингах. Они ехали уже на Айтинг для того, чтобы решить свой вопрос на суде четверти. Суд четверти точно так же назначался годи, но поскольку здесь уже было 9 годи, каждый из них только 4 человека назначал. Итого там опять-таки было 36 человек, и решения принимались точно таким же образом. То есть нужно было, чтобы 30 было за, а 30 или больше за, и только тогда решение считается принятым. Эти суды заседали уже в рамках Айтинга. Если же конфликты проходили между людьми, которые принадлежат к разным, как сказать, вот этим вот четвертям, то тогда существовал уже несколько позже созданный, называемый Пятый суд. Это суд уже последней инстанции. Пятый суд формировался тоже годи, но там было тоже 36 судей, но поскольку это был Общеисламский суд, то туда каждый год он назначал только по одному суде. И, что очень важно, решение Пятый суд принимал простым большинством. Почему это было сделано? Потому что если вы присмотритесь к этой системе, вы видите, что годи находятся в несколько привилегированном положении. Потому что оно в рамках Айтинга всего 3 годи. Они каждые по 12 судей туда предоставляют. Если двое из этих годи как-то сговорились друг с другом, то, естественно, они имеют влияние на решение этого суда. Так вот, Пятый суд обычно использовался для дел, которые возникали против годи. Если у вас есть дело против годи, вам нечего терять время, так сказать, на судах Тинга и на судах Четверти, а сразу лучше изъявить Пятый суд, поскольку там влияние каждого годи и даже группы годи, каких-то, значит, вот этих вот заговоров, оно там было минимально. И таким образом была создана вот эта сбалансированная система. Кроме того, там возник аналог некий законодательной власти. И вот именно вот эта Лагрета, а не Айтинг, это и есть парламент. Лагрета состояла, как ни трудно догадаться, опять-таки в изгоде. Они там все, значит, заседали все 36 человек. Каждый из них мог еще провести с собой по два своих, как бы, сторонников, консультантов, которые не имели права голоса, но имели права консультации. Опять-таки скажу, что все это проходило публично, открыто, то есть любой, так сказать, исландец мог предложить закон, но права голоса имели только эти годи, что, в общем-то, и понятно, поскольку от них зависело, как это все дальше будет функционировать. То есть фактически Лагрета это было местом, где годи решали свои вот эти внутренние вопросы, пытаясь согласовать, так сказать, право применения вот в рамках уже всей, так сказать, страны, в рамках всей Исландии. Единственным чиновником, который был в Исландии, был так называемый законоговоритель. Это был человек, которого от каждой четверти к жребию избирали на три года. Его функция входила в то, что он должен был на Альтинге со скалы закона, там было специальное такое место, вот куда он, значит, залезал и читал оттуда одну треть закона. Каждый год он должен был читать одну треть всех законов. Ну, очевидно, что он читал те законы, которые использовались в данных телах, которые рассматривались на данном Альтинге, вот на этих судастях. А он же также, ну, его использовали как юрисконсульта, вот, как правило, особых, больше полномочий у него никаких не было, то есть он мог тоже участвовать в тяжбах, но как частное лицо. Это был вот единственный человек, который получал деньги за то, что за вот эти вот, так называемые, вот, какие-то функции свои, вот, общественные. Вот. Что касается ГОДИ, то они получали деньги за решение вопроса в качестве вот этих вот судей, и они получали подношение уже в качестве жильцов. То есть это у них было вот таких вот два, ну, главных источников дохода. Заметим, что никаких судов вот исполнительной власти здесь нет. То суды выносят только решения, а все их исполнение, оно ложится на плечи тех, кто, так сказать, эти решения пытается исполнить. Ну, а на самом деле система работала здесь очень просто.